Добрый день. В этом номере ГОДКА на второй странице читайте о том, как будут улучшать эксплуатационную обстановку на Тайкалабурской магистрали. Эксплуатационную обстановку на Дальней Восточной дороге, вернее на Северном Широтном Хаду, то есть на Байкалабурской магистрали, улучшат в частности замены дизелей на тепловозах Т-10. Это не только будет экономично, то есть не только нас бережет дороги, топливо, а значит и средства. Уменьшится количество ремонтов, уменьшится состояние в ремонте в Лановом. Большая проблема здесь еще с тягой есть и в кадрах. В некоторых депо просто элементарно не хватает людей. И вот сейчас будут решать эту проблему набором. Не хватает даже десяток людей, специалистов. Есть проблемы с локомотивными бригадами. Порой в машинистам становится помощник машиниста, прошедший очень низкую обкатку, то есть очень краткую. И он еще не полностью владеет своим главным инструментом и уже переходит в машинист. Это тоже будет решаться. Хотелось бы еще отметить, что для повышения качества воссоздают на дороге такой ценный инструмент, как институт наставничества. В частности, на дороге также будет применено клеймо качества. Это, конечно, будет весьма ответственный шаг. В сегодняшнем номере нашей газеты, в статье «Стратегическая корректировка», мы рассказываем о предложениях по корректировке и актуализации транспортной стратегии России до 2030 года, подготовленных научным центром по комплексам транспортных проблем Министерства транспорта России. В данных предложениях говорится о необходимости внести определенные изменения в стратегию, связанные с последствиями экономического кризиса 2008 года, а также необходимостью усилить и актуализировать элементы государства частного партнерства. Большая роль в корректирующих предложениях отводится и развитию железнодорожной отрасли нашей страны. О том, какие изменения необходимо внести в дальнейшее взаимодействие угольной и железнодорожной отраслей, по мнению первого вице-президента РЖД Вадима Морозова, читайте свежим номером Гудкам. В начале прошлой недели Дмитрий Медведев провел совещание о мерах по развитию угольной промышленности в Ленинске-Кузнецком. И на нем, в частности, были затронуты вопросы перевозок продукции угольных предприятий. Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов отметил, что российские железные дороги своевременно и качественно, а также в полном объеме обеспечивают потребности предприятий угольной промышленности в перевозках. При этом, по итогам прошлого года, по погрузке угля удалось достигнуть до кризисного значения 2008 года, а именно почти 300 миллионов тонн. А в этом году при благоприятной экономической ситуации погрузка угля увеличится еще не менее чем на 2-3%. Исходя из заявок угольных компаний, представленных в соответствии с соглашением, которое было подписано в январе этого года в Кемерово, добыча угля в 2020 году составит до 460 миллионов тонн. Это превышает более чем на 80 миллионов тонн параметры добычи, определенной и утвержденной правительством России и долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период 2030 года. Как отмечает первый вице-президент РЖД, указанные объемы требуют постоянного мониторинга и подтверждения со стороны грузоотправителей. Однако даже минимальный перерост перевозок угля требует серьезного развития железнодорожной инфраструктуры на основных направлениях сети. По оценкам, при неблагоприятном сценарии развития пропускных способностей сети российских железных дорог уже к 2015 году могут остаться невывезенными около 40 миллионов тонн каменного угля. И по мнению Вадима Морозова, для решения вопросов дальнейшего сбалансированного развития в складывающихся социально-экономических условиях обоснованным шагом является изменение взаимодействия предприятий угольной отрасли с дорожным транспортом на основе выстраивания экономически обоснованных отношений. О том, какие именно изменения предлагает Вадим Морозов, считайте в свежем номере ГУДКА. Добрый день. На второй странице свежего номера ГУДКА читайте материал о социально-экономическом форуме подведению итогов коллективного договора за первые полугодия текущего года, который прошел на Северной железной дороге. В частности, на этом форуме было высказано первым вице-президентом ООО ЖД Вадимом Морозовым претензии к росту производительности труда. Вадим Морозов отметил, что рост зарплат на Северной дороге составил 9%. Реальная зарплата при этом выросла на 5%, но в то же время производительность труда лишь на 2,7%, что ниже, чем сетевой рост производительности труда, который сейчас составляет около 5%. Вот на такую проблему он указал в Северной дороге, отметив, что в результате того, что зарплаты растут у Северной, а производительность не настолько сильно повышается, значит, соответственно, они пользуются тем, что на других дорогах производительность выше. Также в целом, значит, обязанности по колдоговору были признаны выполненными, кроме пункта о переработках. Он на Северной, переработки на Северной за полгода составили по миллиона часов, что на 43% выше, чем было в первом полугодии 2011 года. Эту ситуацию тоже необходимо решать, причем еще одной из проблем, значит, названной на социально-экономическом форуме, стала проблема отдыха машинистов и их помощников. После таких переработок, казалось бы, они им должны представлять хорошие условия для отдыха, но, как выясняется, возникают проблемы с получением путевок. Эту проблему также постоит решать в Северной железной дороге. Северной железной дороге